16 и 17 октября в общественной палате состоялся Всероссийский форум «Религия в контексте политической и конституционно-правовой системы Российской Федерации», приуроченный к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и столетию декрета об отделении церкви от государства и школы. Эффективное взаимодействие религиозных объединений, общества и власти, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений – особая уникальная задача как профессиональных сообществ, так и политиков и общества в целом. 25-летие принятия основного документа страны – хороший повод оценить успешность созданной в России модели взаимодействия религиозных организаций и государства. Я не первый раз по линии, как член Совета Российской Ассоциации защиты религиозной свободы, РАРС, сталкиваюсь с тем, что претензий к федеральным структурам практически нет. А иногда возникает какое-то непонимание, как я выразился, шероховатости на местах. И это, на мой взгляд, является только следствием того, что представители региональных властей иногда, ну может быть, скажем так, деликатно, недостаточно осведомлены в тонкостях действующего религиозного законодательства. Поэтому пожелаем им в этом отношении просветиться и обеспечить полное гармоничное взаимодействие со всеми россиянами, среди которых, повторяю, люди разных наций и люди разных религий. И это для нас вызов, очень важный вызов. И прежде всего это поддержка государственной политики. Потому что есть конституция, есть законы, но нет вот то, о чем я сегодня говорил, выступая главного документа. Это не только подзаконные акты, это прежде всего концепция или стратегия конфессиональной политики Российской Федерации. И вот без этой стратегии очень сложно вырабатывать все важные документы. Вот то, что, допустим, сегодня отчиталась матушка Ксения. Она гениальный человек в этом смысле. Она спокойно, уверенно, шаг за шагом. Мы работаем все вместе. И в Совете при Президенте, и в соответствующих комиссиях. И общаясь вне вот этих всех структур, институций, мы вместе вырабатываем подходы. И для нас очень важно, что мы одинаково понимаем все эти вызовы. К участию в работе форума были приглашены специалисты и эксперты, включенные в сферу религиозных гражданско-политических отношений, представителей Администрации Президента, Общественной Палаты Российской Федерации, различных министерств и ведомств религиозных и общественных организаций, юристы, адвокаты и правозащитники. Я давно такого представительства не видел, такого форума. И самое главное, это, наверное, в другом все-таки, идет очень принципиальный разговор. И вот сегодня поднимались вопросы и совершенствования законодательства, и терминологической определенности определенных законов. Например, уж казалось бы, вот понятие религиозного превосходства, термин «уважаемая религия», понятие «миссионерская деятельность» и многие-многие другие. Вот казалось бы, ну что тут обсуждать, да? А ведь за этими понятиями кроются, следуют какие-то действия чиновников на местах. Поскольку некоторые понятия законодательства сформулированы не совсем четко, это ведет к дискриминации определенной части верующих граждан. И вот как раз и многие-многие другие вопросы, на самом деле. Это только частный вопрос, я сейчас вот коснулся. Они обсуждаются. За последние годы со стороны государства проделана большая работа по созданию комфортных условий для религиозных организаций и верующих. Сами религиозные организации непосредственно вовлечены в процесс обсуждения законодательных и управленческих решений. Это осуществляется и через систему консультативных органов, функционирующих на федеральном и региональном уровнях, а также путем прямого диалога с органами государственной власти. Вместе с тем продолжается работа по решению актуальных вопросов деятельности религиозных объединений. Именно этим вопросом было посвящено обсуждение в секциях. Ну, вместе с этим, конечно, мы говорили о тех проблемах, которые испытывают религиозные объединения. И в целом эти проблемы можно обобщить. Они связаны с неточными формулировками в нормах закона, касающихся свободы совести, религиозных объединений, неточными определениями, дефинициями. Наверное, есть необходимость их как-то подправить, уточнить, конкретизировать. Вот одно из таких предложений законодателям. И второй момент, аспект – это правоприменительная практика. Здесь мы считаем, что необходимо провести мониторинг, анализ, обобщение правоприменительной практики, норм закона о свободе совести, религиозных объединений, также других норм закона, касающихся этой сферы, и проработать решение вопросов уже с правоприменителями, для того, чтобы борьба с экстремизмом и терроризмом, которая крайне необходима для нашего государства, она не приводила к нарушениям прав верующих, добропорядочных граждан, верующих, которые никоим образом не относятся к экстремистам и террористам, и иногда страдают от применения норм законодательства по экстремистской деятельности, только потому, что они выражают какую-то свою веру, свои религиозные убеждения, и только потому, что нету наработанной практики, не определены эти дефиниции в законе. Наиболее значимым достижением, наверное, в сфере законопроектной деятельности за минувший год было принятие поправок в Гражданский кодекс, части вывода самовольных построек религиозного назначения из-под запрета на их использование. Соответственно, эта проблема общая для всех конфессий, поскольку несовершенство нашего градостроительного законодательства порой вынуждает религиозные общины строить храмы на земельных участках без соблюдения формальных процедур. И автоматически такие постройки переходят в разряд самовольных. Закон, о котором идет речь, он был принят 3 августа сего года, устанавливает однозначный запрет на эксплуатацию самовольных построек. Для нас это могло означать прекращение богослужебной деятельности в самовольно построенных храмах. Вот почему мы предприняли усилия к тому, чтобы вывести самовольные постройки религиозного назначения из-под данного запрета. И на сегодняшний день мы вправе эксплуатировать самовольные постройки в том случае, если они соответствуют требованиям, установленным правительством. А если не соответствуют, то мы можем их эксплуатировать до 2030 года. За этот период мы надеемся легализовать эти постройки в судебном порядке. На форуме были рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования и актуальные проблемы в области религиозной деятельности. Волонтерство, свободу совести в контексте антиэкстремистского законодательства, земельные и имущественные отношения религиозных объединений, экспертная деятельность в религиозной сфере, а также взаимодействие религиозных организаций с органами власти и местного самоуправления. Было у вас высказано много интересных и конкретных предложений по совершенствованию этой деятельности, по улучшению взаимодействия государств и религиозных организаций. В ближайшие дни все эти прозвучавшие предложения, замечания будут учтены, и будет составлен некий итоговый документ, который будет представлен заинтересованным органам государственной власти и, в частности, в комиссию президента по взаимодействию с религиозными объединениями. И более того, было принято такое единодушное решение, что такие форумы сделать традиционными и проводить каждый год. Информационное бюро «Спектр», Москва.